Вторая часть нашей дискуссии о практической подготовке калии связана с работой. Что помимо работы может быть еще более практическим? Мы все должны работать. Такова наша жизнь. И очень важно иметь такой настрой. Не думайте, что вы приедете в Израиль и будете жить за счет государства. Моя роль в Израиле будет настолько важна, что другие будут присылать мне тысячи долларов из других стран. Как народ Израиля узнает о Мессии Израиля? Благодаря последователям Мессии. И какое же свидетельство будет у этих последователей, если они не будут работать? Каждый должен работать. Это такова жизнь. И в процессе работы люди узнают друг друга. В деловых сделках люди контактируют друг с другом. Это естественное взаимодействие в любом обществе. Так же, как и в Израиле. Поэтому приезжайте с настроением работать. И бизнес — это что-то недуховное. Надеюсь, что на основании Библии я смогу показать вам, насколько бизнес духовен. До нашей эмиграции в Израиль Бог сказал, что с земли будет течь молоко и мед. О чем это говорит? Это не то молоко, которое мы добавляем в свое кофе. Здесь говорится о плодах земли. Продукция страны. Это экономический термин. Здесь говорится о результатах нашего труда. Как в Торе, так и через пророков. Бог обещает экономическое процветание тем, кто возвратится в Израиль. Существует одна давняя шутка о трудностях зарабатывания денег эмигрантами в Израиле. В ней есть доля иронии. Потому что мы должны увидеть обетование Бога о процветании. Но также и вполне реальные трудности. и обстоятельства, которые поглощают ресурсы. Итак, вот эта шутка. Как можно в Израиле сколотить небольшое состояние? Тем, что вы привезете с собой большое состояние. Понимаете? Приезжает человек с большим состоянием. И привозит много денег. Которые через время становятся все меньше и меньше. Я принимал участие в начинании разного рода бизнеса. Чтобы начать свое дело, нужно много денег. Я видел десятки тысяч долларовых вкладываемых в дело. И это был очень важный опыт. Потому что мы должны устроить себя экономически. Давайте рассмотрим библейское основание экономического преуспевания в Израиле. Вера от слышания Слова Бога. Я должен понять, что Бог желает моего процветания в Израиле. Он хочет, чтобы я процветал. Чтобы я жил хорошо. Он хочет, чтобы я давал другим. Это Его обетование. Мы уже читали 14 главу книги «Чисел», стихи 7 и 8. Хорошо их снова прочитать. И сказали всему обществу сынов израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Еще одно очень важное место, 28 глава автора Закония, где перечислены благословения Бога. Вот что обещает Бог в случае нашего послушания Его голосу и соблюдения Его заповедей. «Придут на тебя все благословения и исполнятся на тебе». А теперь обратите внимание, потому что большинство этих благословений имеют отношение к земле. Поэтому я применяю эти стихи в контексте возвращения в Израиль. И в конце книги Второзакония они находились на границе Эритс-Израэль. Начиная с третьего стиха. «Благословен ты в городе и благословен на поле». «Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих». «Благословенны житницы твои и кладовые твои». «Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». Поразит пред Тобою Господь врагов Твоих, восстающих на Тебя. Одним путем они выступят против Тебя, а семью путями побегут от Тебя. Пошлет Господь Тебе благословение в житницах Твоих, и во всяком деле рук Твоих, и благословит Тебя на земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе. Разве это не экономика? Это все о труде наших рук, и как Бог хочет благословить Его. Я видел, как люди приезжали в Израиль с пустыми руками. Они закатывали свои рукава и тяжело работали, и Бог благословил их. Одиннадцатый стих. И даст Тебе, Господь, изобилие во всех благах, в плоде чрева Твоего, и в плоде скота Твоего, и в плоде полей Твоих на земле, которую Господь клялся Отцам Твоим дать Тебе. Откроет Тебе, Господь, добрую сокровищницу Свою, Небо, чтобы оно давало дождь земле Твоей во время Своё, и чтобы благословлять все дела рук Твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Это ободряет меня. Потому что я молюсь каждую неделю с теми, кто совершил Алию. Я молюсь, чтобы это осуществилось в их жизни. Я молюсь, чтобы у них была работа. Я молюсь, чтобы они получали повышение на своих работах. Чтобы не зря тратили свои деньги. Я молюсь, чтобы у них была мудрость. Потому что многие из них приезжают из мест, лишений и нужд. У них не было определенных вещей. Евреи из бывшего Советского Союза. Из Африки. Евреи из этих стран и континентов не процветали. Поэтому они приезжают в современные государства Израиль. И у них появляется возможность купить все, что угодно. По их приезду они получают помощь, что по сути является финансовым грантом. Несколько тысяч шекелей в одни руки. Внезапно, эти деньги. А вокруг тебя стерео, телевизоры, DVD-плееры. Давай купим мебель в нашу квартиру. И очень часто они так и используют эти деньги. Когда их необходимо, было бы очень мудро инвестировать в оборудование. И устроить свою семью в Израиле. 60-я глава к Исаии. Мы также читали этот отрывок. Еще раз возвратимся к нему. Исаия, 60-я глава, 10-й и 11-й стихи. Может быть, вы увидите экономику и в этих стихах. Следование за Богом – это не только молитва и чтение Библии. Наши ноги также должны быть задействованы в наших молитвах. Мы должны исполнять слова Бога, обращенные к нам. Мы должны дать Богу шанс тем, что мы будем искать работу. Учаясь в нашей стране и готовясь к работам, которые будут в Израиле. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены Твои, и цари их служить Тебе. «Ибо во гневе Моем я поражал Тебя, но в благоволении Моем буду милостив к Тебе, и будут всегда отверстия врата Твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к Тебе достояние народов, и приводимы были цари их». Можно я поделюсь с вами своим сном, мечтой? У меня есть мечта основать производственный парк. Я хотел бы найти местность в северной части Израиля, где мы бы смогли основать систему взаимосвязанных коммерческих предприятий. И в том сне я увидел этот стих. Я верю, что Бог будет касаться сердец бизнесменов по всему миру, и они будут инвестировать в Израиль. Верите ли вы, что Бог призывает бизнесменов? Я полностью убежден в этом. Деньги — это глубоко духовная вещь. Конечно же, любовь к деньгам названа корнем всякого зла. Но когда мы любим Бога, а не деньги, то деньги становятся важным инструментом в руках Бога. Сейчас мы находимся в здании, которое принадлежит мессианской общине. Там находится оборудование, на котором мы издаем книги. Там мы раздаем гуманитарную помощь. Бог хочет, чтобы мы создавали новые рабочие места. Каким образом все это воплотится в жизнь? Это не витает где-то в воздухе. Но Бог использует людей, знающих, как вести бизнес. Меня просто это окрыляет. Кроме того, это даст нам больше возможностей контактировать с израильскими бизнесменами. Мы уже видели великую милость Неверующие начинают бизнес в Израиле. И на основании этого 11 стиха хотел бы привести пример для вас. В нашей общине есть мужчина, он не еврей. Он умелый бизнесмен из Штатов. И приехал в Израиль с планом начать бизнес. Начал вести переговоры с правительством. Изучать структуру налогов. Он узнал, что правительство хотело бы поощрить создание бизнеса в определенных сферах. Он нашел некоторых верующих израильтян, которые бы работали с ним. Купил оборудование и вез его в страну. И создал жизнеспособный бизнес, который сейчас приносит прибыль. Бизнес небольшой, но устойчивый. Понадобилось много работы и жертв. Но теперь этот бизнес принадлежит верующей израильской семье. И благодаря этому бизнесу этот мужчина познакомился с израильскими бизнесменами, с израильскими представителями власти, с израильскими судьями. И в его жизни есть благоволение. Бог будет работать с этими людьми. Я хочу созидать вашу веру, чтобы вы распространяли эту идею среди других. Я верю, что мы увидим много компаний. И Бог даст нам возможность сделать и другие вещи. Приведу еще один пример. У меня есть мечта основать конференционный центр, чтобы туда смогли приезжать люди из других стран, получать духовное и физическое обновление. Поверите ли вы в это со мной? Сфера работы. Мы должны быть головой, а не хвостом. У нас должны быть творческие способности, прилежание и вера. Пророки говорили, когда мы вернемся в Израиль, то это будет плодотворное время. Иеремии, 31 глава, 12 стих. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, и пшеницы, и вину, и елею, и акцам, и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Это непосредственно экономическое обетование. Мы должны ухватиться за Него. Те, кто совершает Алию, или совершил Алию, и те, кто помогают в процессе Алии. В 36 главе Эзекииль говорит о том же, начиная с 29 стиха. На предыдущих занятиях мы читали эту главу. Вплоть до этого стиха Бог говорит, «Будете жить на земле, которую Я дал Отцам вашим». С 29 стиха. «И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода». Затем в 34 стихе. «И опустошенная земля будет возделываема, был пустынью в глазах всякого мимоходящего. Тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые, и разоренные города укреплены и населены». Он говорит, «И узнают народы». Все народы вокруг узнают, что это сделал Я. «Знаете ли вы, что нет никакого другого народа в нашей части мира, которое бы так процветало, как Израиль?» Средний уровень жизни в Израиле намного выше, чем в других странах Востока, всей области Северо-Восточной Африки. Почему? Потому что Бог обещал это, и эти обетования принадлежат нам. В книге Иоиля есть обетование о позднем дожде. Обетование большой плодородности в Израиле. «Пастбища пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой. Смоковница и виноградные лоза окажут свою силу. И наполнятся гумно хлебом». 24 стих. «И переполнятся подточилия виноградным соком и елеем». Возможно, вы смотрели на эти стихи как на духовное обетование. Хорошо, я согласен. Я думаю, тоже. Но мы не должны игнорировать экономическое понимание в физическом мире. Какой был наш опыт работы в Израиле? У меня и моего ближайшего помощника служения Ашер Интрейтер была одна и та же идея. Мы знали, что верующие должны начинать свой бизнес. Вот что Ашер написал 10 лет назад. Он говорил о том, как восполнить пробел между верующими и неверующими в Израиле. Потому что, с одной стороны, существует эта пропасть. Вера в Иешуа все еще довольно-таки странная вещь в Израиле. В Израиле всего несколько тысяч верующих в Иешуа евреев. Бог призвал нас оказывать влияние на все общество. Общество, убежденное в том, что не нуждается в нас и нашем Мессии. Вот что Он говорил. Одна сфера практической интеграции этого способствования созданию малых предприятий по всей стране, которые будут принадлежать еврейским верующим и находиться под их руководством. Это огромное задание. Для этого понадобится много молитв, работы, духовной войны и денег. Для этого видения необходим духовный прорыв. Первая часть этого прорыва заключена в образе нашего мышления. Нужно осознать, что создание верующими собственного бизнеса – это духовная деятельность. В наших религиозных традициях мы отделили практический мир работы от духовного мира. Потому это препятствует нам вкладывать свою энергию в мир бизнеса. Мы смотрим на работу, как на какую-то грязную необходимость. Нет, это неправда. Разве вы не читали об Аврааме, Исааке и Якове? Они были бизнесменами. Мы читали об этом на первом занятии. Авраам был очень богат. Яков знал, как вести бизнес. Это не греховно. Это не недуховно. Конечно, там есть свои искушения. Везде существуют искушения. На духовном пути также есть искушения. Можем ли мы духовно возгордиться? Можем ли мы из определенной доктрины сделать идола? Искушения есть в любой сфере. Мы должны возвратиться к сфере бизнеса. В процессе Алии. Ашер писал об этом. В том же выпуске нашего информационного письма. Я написал о самом первом бизнесе, который я помогал основать. Это ремонт и восстановление автомобилей, транспортных средств. Мой партнер, верующий брат из Новой Зеландии. Мы прошли курс обучения и приобрели все необходимое оборудование с целью предоставления услуги по ремонту автомобилей. Распогатели ли мы? Нет. Но научились ли мы чему-то? Да. Построили ли мы взаимоотношения? Да. Мы стали частью общества? Да. Создали ли мы рабочие места? Да. Некоторые из них существуют и по сей день. Это был очень богатый опыт. Я думаю, что это игра слов, так как мы потеряли деньги. Но. Позже мы основали другой бизнес. Предоставление в аренду свадебных нарядов. Думаю, что самым интересным бизнесом была текстильная фабрика. Она функционирует и по сей день. Швейные машины. Столы для разрезания ткани. Шелкопечатания. Мы изготовляли футболки. Сумки для шофаров. Салфетки для покрытия халы в пятницу вечером. Всевозможные вещи. И эти товары выходили на рынок. Были созданы новые рабочие места. Также при нашей синагоге у нас есть магазин подарков. Это очень важные шаги. Вы можете назвать это детскими шагами, но это очень важно. Мессианские эмигранты в Израиле никогда не станут сильны, не достигну успеха на работе. Многие из вас спрашивают, каково экономическое положение в Израиле. Я не эксперт. Но скажу, что там достаточно сложно. К сожалению, скажу, что последние три с половиной года войны с палестинскими террористами негативно повлияли на экономику. Многие свернули свой бизнес. Люди потеряли свои работы. Но также скажу, что работа есть. Если люди хотят работать, они найдут ее. Часто они должны смирять себя. Но все же они находят работу. Приток миллиона людей за последние 12-14 лет принесло огромную пользу экономике. Строительная промышленность пережила бум. Увеличилось количество компаний в сфере предоставления услуг. Именно в то время, когда мы уже жили в Израиле, было построено много торговых центров, магазинов и рынков, чтобы можно было справиться с приростом населения. Страна непрерывно модернизируется. Пришло время стать гибкими. Может быть, вы получили хорошее образование в определенной сфере, но также вы должны быть готовыми работать в другой сфере. Вы должны смириться и быть терпеливыми и дисциплинированными. Я хотел бы рассказать вам о некоторых социологических исследованиях, что ожиданиям олим иногда не сбывается. Иногда же они экономически преуспевают. Раньше в нашей общине была мать-одиночка. Она была полна энтузиазма. Привлекательна. Всегда счастлива и в хорошем настроении. Спустя некоторое время она приходит к нам и говорит, у меня нет денег. Время платить квартплату, а у меня нет денег. Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне. Мы сказали, мы хотели бы помочь тебе. Только расскажи нам, как ты распоряжалась своими финансами. Она говорит, ну, вы знаете, правительство дало нам, мне и моему сыну, приличную сумму денег. И, конечно же, я купила то, что мне нужно. А что же тебе было нужно? О, телевизор. Новый магнитофон. И так дальше, и так дальше. Эта женщина неправильно распорядилась деньгами. И она столкнулась с бедностью. Но другая семья распорядилась своими деньгами по-другому. И еще она не так быстро старалась найти работу. И думала, что правительство будет обеспечивать ее. Это неправильный подход. У израильского правительства достаточно других дел. Не думайте, о, это государство побогаче, и оно подаст мне руку помощи. Нет, это неразумно. Бог призывает, чтобы мы нашли свое рабочее место. Вероятнее всего, вам сперва придется смирять себя. Вторая семья сберегла деньги. И они открыли стоматологическую клинику. Отец семьи был врачом. И он работал на конвейере фабрики электроники, чтобы обеспечить семью. И чтобы его жена, стоматолог, смогла основать бизнес. Они с осторожностью взяли суды для бизнеса. Наработали свою клиентуру. На сегодняшний день они выплатили весь свой долг. Купили новую квартиру. У них есть прекрасная стоматологическая клиника на первом этаже. И они процветают. Они лидеры нашей общины. Я бы сказал, они лидеры в нашем обществе. Они пошли правильным путем. И этот приток русских иммигрантов сродни этому. Некоторые заметают улицы. Расскажу вам еще об одной семье, тоже лидерах общины. Муж – блестящий художник. Необычный скульптор. На компьютере он может проектировать дома. Знаете, где он сейчас работает? Заметает улицы Хайфа. В этом нет ничего постыдного. Я горжусь тем, что он подметает улицы. Он мог остаться дома и жаловаться. И обидеться. Но он подметает улицы. И помогает в управлении общиной. С другой стороны, его жена работает в архитектурной компании. Она профессиональный архитектор. Одна семья. Две разные истории. Это хороший пример, не так ли? Делайте все возможное, чтобы работать по вашему направлению. Делайте исследования и узнайте, какая работа есть в Израиле. Пару лет назад я бы сказал, что вы нашли бы себе работу в компьютерной индустрии. А сейчас это не так. Хотя умение программировать — это очень важный навык. Но даже там существует конкуренция. Вы должны быть на самом деле профессионалом своего дела. Что нужно, чтобы справиться с работой? Израилетянам нравятся новые идеи. И смелость. И постоянство. Но все строится на взаимоотношениях. Просто все так устроено. В Израиле это называется протекцией. У вас есть связи. Вы знаете кого-то. Поэтому часть экономического успеха — узнавать людей по лучшим. Также я призываю людей к участию в волонтерской работе. Покажи людям, что ты хочешь работать даже без оплаты. Помоги им завершить их работу. Один иммигрант из США в нашей общине работал терапевтом. Также с пожилыми людьми. Поэтому сейчас он волонтер в доме престарелых. Я молюсь с ним. И ободряю его. Я думаю, что он занимается замечательным делом. Мы должны начинать с малого и оставаться верным в этом. Не таков ли принцип наш Господин оставил нам? Кто даст много тому, кто верен в малом? Даже не помню, как много раз я говорил эти слова иммигрантам в Израиле. Найдите себе занятия и будьте верны в этом. Прекратите жаловаться на обстоятельства. Возьмите что-то в руки и работайте. И Бог благословит вас. Подумайте о том, как вы будете зарабатывать себе на жизнь в Израиле. Так много людей даже не думают об этом. Они думают, что приедут, и работа сама свалится им на голову. Такого не бывает. Когда вы приезжаете в Израиль и осматриваете землю, общайтесь с людьми вашей профессии. Посещайте компании. Задавайте вопросы. Говорите им, я планирую эмигрировать в Израиль. Что вы можете сказать об этой сфере? Люди помогут вам. Завоюйте их помощь и содействие. Конечно же, вам придется также знать язык. Поэтому вам нужно также будет изучать язык. Особенно в сфере вашей профессии. И особенно хорошо, что есть профессиональный ульпаним. Где вы изучаете специфические слова, необходимые в вашей работе. Не помешает, если вы также привезете с собой некоторые сбережения. Кто посвящает изучению языка первые шесть месяцев, затем справляются намного лучше. Иначе вы сможете работать только на низкооплачиваемых работах. Поэтому заранее предусмотрите, чтобы не работать в течение первых шести месяцев. Это очень сильно поможет вам. Израиль меняется. Это молодая и полная энергии страна. Хотя экономическое положение очень тяжелое. Я ободряю вас, что хорошо жить в этой замечательной стране. Люди бодрые, они заключают сделки. И если у вас есть творческие способности, и вы хотите тяжело работать, то у вас все получится. Многие иммигранты покупают свои квартиры через пару лет. В принципе, если у вас был дом в вашей стране, и вы сможете привезти эти деньги, то было бы очень хорошо купить квартиру в Израиле. Вы должны начать с чего-то очень маленького. Потому что это станет вашим экономическим фундаментом. Давайте быстро рассмотрим третью категорию. Бюрократия. Работники в офисах, в бюрократических офисах Израиля, также люди. Они евреи. Они израильтяне. Когда вы общаетесь с ними, не забывайте этого факта. Они не ваши враги. Иногда у вас будут такие чувства. Вы должны знать, чего вы хотите, и почему вам это нужно. И все же в своем поведении покажите этому бюрократу, служащему, что вы смотрите на него как на личность. Показывайте, что вы цените их работу. Они никогда не слышат этих слов. Никто не говорит им спасибо. Ибо в Министерстве внутренних дел. Атмосфера там разряжена, наполнена разочарованиям и гневом. Поверьте мне, что все разочарования иммигрантов сконцентрированы именно там. Поэтому, когда вы входите, подготовьте себя в молитве. Подготовьте свои документы. Эти люди видят тысячи израильтян каждый день. Усталых, испуганных и злых. В Израиле напряженная атмосфера. Но если только вы отнесетесь к этому чувствам юмора, то это поможет. Не будьте робкими и пассивными. Находясь в их офисе, вы уже прошли через длительный процесс к этому моменту. Много шагов веры. Вот почему вы приехали. Ваша семья ожидала поколения за поколением. Поэтому вы там, чтобы завершить то, что нужно завершить. Помогите людям делать свою работу. Относитесь к ним как к друзьям. Покажите, что вы хотели бы этого в вашей новой стране. Вы должны быть более терпеливыми. Будет так же так, что они скажут, «О, извините, нужен еще один документ». Вы скажете, «Почему они раньше не сказали? Я бы принес». Поэтому до того, как вы придете в офис, задайте настолько много вопросов, сколько возможно. И будьте готовы к возможным повторным визитам. Вам понадобится сочетание двух качеств. Агрессивная решительность. Вы не оставите их в покое, не получив гражданство. И второе качество — это терпеливое сочувствие. Сопереживайте служащему. Еще пару деталей о гражданстве. Если ваша мать еврейка или же вы были обращены в иудаизм и у вас есть официальный документ, то вы будете полноправным гражданином. Если ваш отец — еврей, то вас будут считать потомков еврея на основании галахи, раввинистического закона. И у вас будут неполные права. Вот некоторые мысли о том, как получить гражданство, когда вы верующий. Во-первых, вы должны быть убеждены в том, что это Божья воля для вас — жить в Израиле. Хочет ли Он, чтобы вы были в Израиле как последователь Ишуа? Почему я говорю это? Потому что правительство не считает, что вы должны жить в Израиле. В соответствии с решением Верховного Суда 1989 года говорится следующее. Еврей, который добровольно изменяет свою религию, более не является евреем в целях Алии. Вот какой выходит абсурд. Это относится только к мессианским евреям. Никогда не слышал, чтобы отказывали кому-то еще. В соответствии с этим указом, вы можете быть буддистом, сатанистом, атеистом, вы можете поклоняться примитивным идолам, и они не скажут, что вы изменили религию. Только если вы последуете за еврейским мессием. Какая ирония? Это говорит о том, что мы вовлечены в духовную войну. Принесите еще и такие документы, если это возможно. Самый важный – это письмо от раввина. Они ожидают этого. Это как бы снимает с них ответственность. Это значит, что вы кошерный. Раввин просто должен заверить, что этот человек – еврей. Или же семья этого человека принадлежит в моей синагоге, они евреи. Ктуба – брачный контракт ваших родителей. Доказательство того, что у них была еврейская свадьба. У язычников нет ктубот. Это используется только в еврейской общине. Свидетельство о смерти. Предков, которые были похоронены на еврейском кладбище. Снова-таки, кладбища охраняются, и неевреям было бы непозволительно хоронить там. Свидетельство из еврейских школ. Свидетельство об обрезании. Любые свидетельства. Просто представьте себе, что вы находитесь в суде. Что вы скажете в доказательство того, что являетесь потомком евреев? Какие вопросы вам будут задавать? В заявлении, которое заполнял я, был один пункт под названием «религия». Как я могу ответить на этот вопрос? Как будто они спрашивают меня о моих верованиях. Нет, в действительности здесь нет такого вопроса. Это вопрос о вашей расовой принадлежности. Являетесь ли вы частью еврейского народа? И правильный ответ — еврей. Вот и все. Ничего более. Абсолютная правда. Если вы родились евреем, или обращены, вы просто говорите «еврей». Есть еще один вопрос. «Почему вы переезжаете в Израиль?» Отвечайте просто. Не пишите длинный эссе о пророческих стихах в Библии. Это только вызовет подозрения. Это обычные, мирские, офисные работники не привыкли слушать о Библии. Вам нужно мыслить так же, как мыслят о ней. Выступите из вашей реальности и представьте себя на другой стороне. Это просто и нормально. Это дом еврейского народа. Моя семья ожидала столетиями, чтобы жить здесь. Я приехал домой. Здесь я хочу воспитать своих детей. Здесь я хочу умереть. Я всегда мечтал приехать в Израиль. Это все очень хорошие ответы. Да у них и нет достаточно времени, и они не хотели бы выслушивать длинные презентации. Они могут спросить, в какую синагогу вы ходите. Это особенно важно, если вы подаете заявление в вашей собственной стране. И очень хорошо, если они не знают, что вы верующий. Но если по какой-то причине местный офис по делам иммиграции узнает, что вы верующий, то я бы порекомендовал подать заявление изнутри государства Израиль. Вы просто приезжаете по туристической визе. Приходите в Министерство внутренних дел и говорите, что вы бы хотели стать гражданином. И это может помочь процессу, о котором мы говорили. Если никто не знает, и вы чувствуете, что Господь ведет вас в этом направлении, то будет преимущество, в основном экономическое, чтобы совершить алию из страны вашего проживания. Выбор за вами. Но помните, что некоторых людей поймали, когда они пытались эмигрировать из своей страны. Если вас спросят, в какую синагогу вы ходите, должны ли вы сказать, «Я хожу в синагогу Бейт-Мессия?» Не думаю так. Вы знаете, что это синагога. Они так не думают. И это станет началом конца. Когда они спрашивают, в какую синагогу вы ходите, то подразумевают традиционную синагогу. Поэтому не начинайте нервничать. «Ну, как бы это синагога». Просто говорите, «Я не хожу в синагоги». «Я не хожу ни в одну синагогу». «Я просто еврей». «Мне нравится быть евреем». «Но я не посещаю какую-либо синагогу». «Я посещаю мероприятия еврейской общины». «Или же просто скажите». «Я не нашел синагоги, которая бы мне понравилась». Будьте просты. «Я перестал посещать синагоги после моей бар-митсвы». И последний вопрос, довольно-таки распространенный. Будьте к нему готовы. Следующий вопрос не настолько распространен. Но вы должны быть на самом деле готовы ответить на него. В любой момент они могут спросить вас. Верите ли вы в Иисуса? Принимаете ли вы участие в движении евреев за Иисуса? Стали ли вы христианином? Изменили ли вы свою религию? Приблизительно такие вопросы. Как вы думаете, кто такой Мессия? Все эти вопросы на самом деле испытывают то, во что мы верим. Но вы не отвергнете Господа. Но в то же время Он призвал нас совершить алию. Как мы выйдем из этой ситуации? Я предлагаю то же, что делал Иешуа. Он давал непрямые ответы. Он никогда не лгал. Он всегда указывал на другое направление. И перенаправлял вопрос. Я бы сказал следующее. Я никогда Я никогда не обращался в христианство. Это правда. Я не обратился в христианство. Я нашел еврейского Мессию. Конечно, вам не надо говорить второй части. И вы должны настаивать на этом. Если вы верите в это, как и я, я называю себя мессианским евреем, а не христианином, то вы можете настойчиво утверждать и сказать это очень уверенно. Я не христианин. Как вы можете такое говорить? Я не могу стать изменником моего наследия. Вы отказались от своей веры? Нет. Вы были мудры. Я не смогу дать вам всех возможных ответов. Вы должны найти их глубоко внутри себя. И вы должны играть этим. Не то чтобы... Ой, может, я сказал что-то неправильно. Но вы знаете, что нашим людям нравится юмор. Также они ценят хуцпу. Знаете значение этого слова? Хуцпа. Это как смелость. Вызов. Я родился евреем и умру евреем. Я никогда не изменю свою религию. Особенно, когда вы будете это громко говорить. И если вы планируете совершить алию, то было бы хорошо изъять ваше имя из обращения. Лучше, чтобы вас не знали публично, что вы занимаетесь мессианской деятельностью. Будьте мудры. Четвертый аспект подготовки. Культурная адаптация. Это огромный аспект. Конечно, часто отношение к вам зависит от того, как вы относитесь к другим. Поэтому, когда вы попадаете в новую культуру, приезжайте как ученик. Будьте готовы учиться. Приезжайте в смирении. Не думайте, что ваша прошлая жизнь лучше, чем новая. Задавайте людям вопросы. Покажите им, что вы цените ваш новый дом. Хорошо знать о следующем. Поколение предыдущих Олим, иммигрантов, приехавших в 40-х, 50-х и 60-х годах, они родили детей, и их дети родили детей. И внуки ранних иммигрантов забыли, что значит быть иммигрантом. В общем, они не поймут вас. В общем, они не будут сочувствовать вашим трудностям. Для них не будет сюрпризом, что вы не говорите на иврите. И не понимаете иврит. Поэтому в различные ведомства важно брать с собой кого-то, кто знает иврит. Не всегда они будут терпимы и сострадательны к вам и вашим трудностям. Я должен был понять это. Иногда я очень злился и разочаровывался. Очень часто я почти доходил до слез. Из-за абсолютной невозможности кого-то понять меня. Просто напоминайте людям. Эй, дай мне перерыв. Я только вот сюда приехал. Говорите, как будто вы дедушка. Знаете, что хорошо в Израиле? Это одна большая семья. Это странно. Ну, когда вы в диаспоре и думаете, целый народ и все евреи. Неудивительно, почему атмосфера настолько разряжена. Здесь все евреи. Они все разговаривают так. Нужно что-то делать прямо сейчас. И они так напряженно, так переживают все. И так не только на Ближнем Востоке, но и в области Средиземноморья. Это горячая культура. Это не прохладная культура. Они привыкли к этому. Люди останавливаются на середине дороги, чтобы поговорить со своими друзьями. Для меня было бы намного легче свернуть на эту парковку. О, нет! Свернуть, чтобы я смог свободно проехать? Почему? Лава. Это нелогично для мышления израильтянина. Культура была выкована трудностями, конфликтами, развращенностью. И они думают, что все это приходило к ним, чтобы прекратиться на середине дороги. Одно из моих любимых выражений. И надеюсь, что это не значит ничего скверного в вашей культуре. Когда я приехал в Израиль, я подумал, у них такие грубые жесты. Я думал, что люди себя грубо ведут, показывая, чтобы я уносил оттуда ноги. Но в действительности это не так. Это довольно-таки приемлемый язык. Подождите минуточку. Просто подождите. Я надеюсь, что это не значит ничего такого в вашей культуре. Характер жизни в Израиле принес стресс. Мы говорили, что весь народ травмирован. Очень часто люди находятся на краю. Когда вы собираетесь, либо осмотреть землю, или же вы только новичок, то наблюдайте. Сделайте шаг назад. Посмотрите, как люди взаимодействуют друг с другом. Заметьте, что люди нетерпеливы. Они как бы расталкивают друг друга в очереди. Настройтесь на нужды людей. Помните, даже если вы новичок, у вас есть Господь. Пусть Он живет в вас. Часто вы будете себя чувствовать не в своей тарелке. Давление в процессе создания взаимоотношений. Пусть люди прочувствуют, кто вы такой. Откройте ваше сердце. Спрашивайте у них, кто они такие. Просите помощи. Изучайте еврит. И по мере того, как вы будете все лучше узнавать своих ближних, они будут приглашать вас на свои семейные мероприятия, свадьбы, бритмилу. Если кто-то умрет в семье, то по всей округе будут развешаны извещения в память об этом человеке. И если это кто-то из вашего многоквартирного дома, то это приемлемо прийти на похороны, даже если они вас не знают. Проявите свою заботу о людях, и вы узнаете их. Недавно трагически погиб сын одного из моих соседей. И мы пошли на похороны. И с нашими соседями мы прошли сквозь Шиву. Они это очень оценили. Это открывает сердца людей. Мы были с другими нашими соседями до того, как их сын пошел в армию. По этому поводу организуется особое празднование в Израиле. Потому что все молодые люди идут служить в армии. Мы пошли к ним, посидели вместе. И пожелали успеха и сыну. Все это поможет вам адаптироваться в культуре. Учитесь и привнестите сладость вашей жизни в общую картину. Знаете, что такое цабар-кактус в Израиле? Как на всех кактусах, там есть шипы. Будет очень больно, если к ним прикоснуться. Но внутри они очень мягкие и сладкие. И из их внутренности можно даже делать желе. Кактус — символ местного израильтяна. Это интересно, не так ли? Израильтяне очень агрессивны снаружи. Они как будто толкают вас. Вы даже не хотите слишком близко подходить к нему. Хорошо, хорошо. Иногда вы идете в магазин за покупками. «Чего ты хочешь?» Я хотел бы у вас купить что-то, но ничего, ничего. Не хочу вас беспокоить. И если вы будете снова и снова заходить в тот магазин, то вы станете другом этого человека. Вы войдете, и он хлопнет вас по плечу и спросит, «Как поживает ваша семья?» «А, у тебя нет денег сегодня, заплатишь завтра». Это правда. Это именно так и происходит. Или колючий кактус снаружи, или сладкий плод внутри. Мы завершим пятым разделом, или трудностью, вызовом. И это взаимоотношения. И наши эмоции. Это жизненно необходимо найти общину. Я хочу, чтобы вы на самом деле это поняли. Пожалуйста, не приезжайте в Израиль, если вы не знаете там ни одного верующего. Это уже не так важно. Однажды в Израиле было всего несколько общин. А сейчас там, наверное, около 80 общин. И общины ищут других верующих. Поэтому посетите округу, сделайте небольшое исследование. Молитесь. Поговорите с вашим пастырем, раввином. Сделайте небольшое исследование. Вам необходимо найти общину в Израиле. Может быть, окончательное решение вы примете, когда уже будете там жить. Но сейчас, по крайней мере, начните разузнавать. Алия очень сильно источает эмоционально. Вам понадобятся взаимоотношения и поддержка. Созидайте взаимоотношения с людьми в Израиле. Когда я приехал туда, у меня уже были друзья. Это было настолько ценно. Я мог молиться с ними, плакать с ними, сетовать и задавать вопросы. И они ободряли меня. Ваши взаимоотношения в семье, о которых мы говорили, это очень, очень важно. Делитесь своими переживаниями и будьте одним целым. В одной статье под названием «Эмоциональная первопомощь для Олим». Я хотел бы поделиться основными мыслями этой статьи. Под заголовки говорится следующее. «Выход из временной депрессии связан со способностью приспособиться к культуре». Такие советы автора этой статьи. Первый. «Принимайте свои естественные чувства». Просто иногда вы будете чувствовать себя не совсем хорошо. «Примите чувства» — это часть процесса, часть цены, о которой мы говорили. Во-вторых, «Не будьте слишком голодны, злы, одиноки или усталы. Хорошо кушайте, отдыхайте и проводите время с людьми, когда вы чувствуете одиночество». Это основные принципы, можно применить и к другим жизненным периодам. Я прошел через все это в Израиле. Вы должны заботиться о себе. Вы похожи на бегуна марафона. Также отождествляйте «Алию» с марафоном, а не спринтерским бегом. Это длинный процесс, а не короткий. Вы должны упорно идти дальше. Думайте широко. Пункт три. «Предпринимайте действия». Что это означает? Делайте то, что от вас требуется. Вы должны учить иврит. Вы просыпаетесь рано утром и разочарованы, потому что не видите никакого прогресса. «О, забудьте, не хочу я больше идти на занятия иврита. Сегодня я пропущу. Пропущу завтра. Не пройдет так много времени, как вы бросите свои занятия. Я знаю людей, которые так и сделали. Это нехорошо. Пусть ваше тело будет там, где оно должно быть. И Бог поможет вам. И это поможет вам справиться с депрессией». Пункт четыре. Перечислите ваши цели и структурируйте ваше время. «Подходите к этому практически. Распишите то, что вам нужно сделать. Завершение основных жизненных заданий приносит ободрение. И пятый пункт. Я уже говорил вам. Попадите в основной поток культуры. Даже если будет трудно общаться с людьми, вероятнее всего, вы сможете найти людей, которые будут говорить на вашем родном языке. И как только вы уже достаточно подучите иврит, вы сможете разговаривать на иврите. Идите и принимайте участие. Слушайте музыку. Ходите в магазины. Сидите в парке. Ходите на различные мероприятия. Просто присутствуйте там. В мои первые дни в Хайфе я просто везде ходил. Ходил и ездил на автобусах, чтобы почувствовать себя частью страны. И в завершении еще раз повторюсь. Община. Бог не создал нас для одиночества. На горе Синай. Когда Бог заключил завет с Моше, весь народ Израиля был собран у подножья горы Синай. Бог создавал общину. Бог призвал Израиль в Израиль как единое общество. В книге Деяний в верхней комнате. Была рождена Кегила, община, Ешуа. Бог призывает нас к духовной общине. Мы должны решить, что станем частью общины в Израиле. Мессианская община очень важна для вашей жизни. Не только в вашей родной стране, но намного более в Израиле. Там есть общины, которые готовы будут вас принять. Общины нуждаются в тебе. Они нуждаются в твоих дарах, в твоей вере.